Эфир РБК продолжает программу интервью. С вами Екатерина Тимиряева, телеканал РБК и Уршана Ибраева, сайт РБК. Мы в гостях у главного судебного пристава Республики Башкортостан, Зарифа Быгускарова. Здравствуйте, Зариф Закирович. Тема нашего разговора – новая полномочия Федеральной службы судебных приставов. Минюз сейчас направила в правительство России законопроектное согласование. Инициатива сейчас активно обсуждается. Предполагается, что ФССП сейчас станет новой силовой структурой. Вот с чем связана необходимость таких нововведений? Ну, если говорить это прямо, ФССП Россия, она силовой структурой ДЮФАКТ, она давно является. У нас находится на вооружении оружие. Мы выявляем преступления, возбуждаем уголовные дела, проводим их расследования, задерживаем преступников, вдворяем мигрантов из территории Российской Федерации. Данный законопроект в основном касается прохождения службы сотрудниками ФССП России. Это касается, в первую очередь, получения званий, срока прохождения службы, конкретизируется применение оружия и спецсредств в отношении... В каких случаях? Это когда должники, либо взыскатели оказывают препятствия, или иные лица препятствуют закону деятельности судебных приставов. То есть, она и сегодня, конечно, мы его применяем. Здесь еще повторюсь, только идет конкретизация. Данный законопроект был внесен Минюстом России в прошлом году. Правительством Российской Федерации она рассмотрена. Были некоторые предложения, замечания к этому законопроекту. Она была возвращена в Минюст России. На данном этапе работа закончена, и она вновь должна буквально на днях вноситься в правительство. А какие корректировки были? Отрадно то, что в общем правительство России поддерживает законопроект. То есть, в общем, они согласны, но корректировки были незначительные, то есть, не влияющие, по сути, на данный закон. То есть, скорее всего, такие больше технические вопросы были. А в новом законопроекте будут ли прописаны какие-то новые правила взаимоотношений кредиторов и должников в части для судебных приставов? Знаете, для должников заскатывали, наверное, какие-то там изменения не произойдет. Это произойдет изменения в отношении сотрудников нашей службы. И сейчас, в первую очередь, конечно, по порядку прохождения службы. Но сегодня, я уже сказал, де-факто мы являемся данной структурой, а до Юрия у нас это не закреплено законопроектом, законодательством. Поэтому вот это пробелка, как раз, устраняется с данным законом. В новом законе предусматривается гораздо больше льгот для ваших сотрудников, но в то же время требования повышаются и к уровню образования, как я поняла. Как вы сами оцениваете, у вас будет оптимизация численности? Что вы будете, какую-то реорганизацию проводить внутри своей службы, чтобы все сотрудники соответствовали новым требованиям? Будет ли количество сокращено в связи с тем, что изначально предполагается увеличение нагрузки на бюджет за счет расширенного социального пакета? Расскажите про эту сторону. Кстати, начиная с последнего, какого-то увеличения нагрузка на бюджет не произойдет. Почему? Потому что наша служба не только выполняет правоохранительную службу, то есть мы выявляем должность преступников, дела уголовно возбождаем, привлекаем ответ административный, но мы пополняем бюджет страны. Если даже применительно взять наши управления республики, мы в прошлом году взыскали во все взыскания 9 миллиардов 200 миллионов. Это те взыскания, которые мы взыскали принудительно. То есть мы нашли должников, арестовали имущество, иные доходы с них смогли взыскать и вернуть. Из них 3 миллиардов 200 миллионов – это бюджетная система Российской Федерации. Это в виде недоинданки по налогам, это в виде штрафов или госпошли и так далее, в виде сборов за несвоевременность, а в то же время на содержание всего управления в этой республике примеры засходованы около 800 миллионов. Сюда входят все расходы. Это и зарплата, и бензин, и бумаги, и коммунальные платежи. Все-все-все входит. Вы сами видите, насколько эффективна, полезна работа нашей службы. Хотя, наверное, выявление преступления, расследование уголовного дела, поимка преступников, удворение или охрана всех заданий судов невозможно измерить деньгами. То есть это тоже наши обязанности. Поэтому, что касается образовательного цензу, закон принят, она была требована, данный закон были подлинны, это части, касающиеся образовательного цензу. То есть все судья приставы, в 2017 году, даже имеют либо высшее экономическое образование, финансовое, либо высшее юридическое образование. В принципе, сегодня у нас процентов 90 такое образование уже имеют в управлении. Поэтому для нас это не проблема, а что касается вот льгот там, она будет примерно такая же, как в органах полиции. А уровень зарплаты? Уровень зарплаты будет тоже, мы полагаем, соответствующим образом, то есть так же будет, как в органах полиции. На сегодня, конечно, мы сильно отстаем. А численность останется такой же? В том численности у нас прошло сокращение в прошлом году на 126 единиц, и в этом году тоже прошло сокращение частично. Она в этом году еще предстоит. Я думаю, что мы с тем численностями сможем справиться, потому что для того, чтобы справляться, мы сегодня проводим оптимизацию и, конечно, переходим по исполнению решения в общем на электронное взаимодействие. Потому что она сокращает, конечно, ручную работу, а, соответственно, конечно, эффективность работы нашей растет. Вот даже для сравнения, может быть, за прошлый год каждым судебным приставом республики было взыскано 15 миллионов рублей. Это вот долгов, штрафов, налогов. Это вот сами видите. Но зарплата у него примерно, я вам скажу, сайт, наверное, где-то 250 тысяч рублей. То есть у него 250 тысяч, да, год. Получая там 250 тысяч, в зависимости от стажа работы, в зависимости от имеющего классного чина, а каждым взысканно 15 миллионов. Сами можете пример. Но когда закон в полную силу будет работать, вы как оцениваете, будет ли меньше текучесть кадров, на которые жалуются некоторые партнеры? Ну, естественно, это будет текучесть меньше, потому что на сегодня, к сожалению, вот из других органов, подобно нашей, есть 20 лет выслуга, то есть он имеет право на пенсию, то сегодня этого у нас нет. Соответственно, то есть люди понимают, что если он даже 20 лет прослужил, он права на пенсию не имеет. Соответственно, конечно, вот нет тех льгот, которые имеют другие органы. Но вот предполагается вот этим законопроектом именно вот устранить данный пробел. Зарев Закирович, хочется еще у вас спросить об инициативе минимизации оборота наличных, который также сейчас обсуждается в Федеральной службе судебных приставов. Вот это в целях антикоррупционных создается? И вот как она будет выглядеть, эта система? Да, в том числе, потому что, вот я уже об этом сегодня говорил, мы в основном сейчас, в последние годы, обращаем внимание на электронное исполнение. Что это такое? То есть пристав выявляет имущество должника и его средства путем направления электронных запросов, то есть во все исключительные учреждения, во все регистрирующие органы, то есть исключая бумажный документный оборот. И, соответственно, когда выявляется имущество, оно тоже резко накладывается на электронном виде, то есть исключается просто изъятие денежных средств. Мы стараемся это минимизировать, хотя, конечно, на какой-то части у нас еще остается, когда, например, человек выехал в какую-то деревню, он деньги изымает, квитанцию выписывает. Пока полностью исключить это мы не можем, но к этому мы идем, потому что, когда тот же пристав, который получает небольшую зарплату, у него там собирает деньги, конечно, у него появляется соблазн эти деньги каким-то образом себе оставить. Я бы сказал, что вот через пристав проходят десятки, некоторые сотни миллионов, в то же время, то есть как бы соблазн все равно есть. Поэтому это будем минимизировать. На сегодня 58% всех судебных решений исполнены таким образом. Это очень хороший показатель. В электронном виде. Да. То есть путем только вот такой работы. И, конечно, мы сейчас даже в республике моим приказом создали группы электронного исполнения в каждом крупном отделе. То есть они только занимаются электронным исполнением. Потому что, согласно внесенных изменений в наши законы, по долгам до 3000 рублей приставы даже не имеют права имущество арестовывать. Зачем имущество арестовывать, если можно иным образом ее исполнять. То есть, например, наложило ограничение на рек действия по квартире, наложило ограничение на автомашину, ограничил выезд за границу примерно. То есть и таким образом, чтобы исполнять его. Правильно я поняла, что к этой системе, к вашей системе службы судебных приставов, электронному обороту, имеет доступ госавтоинспекция, имеет рекпалата. А имеют ли кредитные организации, банки к этой системе? Вот какая работа проводится в этом направлении? Вот сегодня мы провели совещание совместно с Национальным банком республики, со всеми руководителями банков республики, которые у нас представлены. Цель этого совещания именно в этом заключалась. В первую очередь, наверное, чтобы организовать ретонные взаимодействия, то есть, чтобы выяснять все вопросы ретоном виде. У нас на сегодня очень хорошие взаимодействия организованы ретоном виде. Это Башбербанком, это Уралсиббанком, Башкомстанбанком, которые широко представлены в республике Башкотестан. Всего их около 80 кредитных организаций у нас в регионе. Как вы думаете, за какой период времени получится выставить отношения с ними? И каким образом они получат доступ? Это на финансовой основе или на безвозмездной? Нет, это должно быть сопоставимым нашей технической системы. Поэтому сегодня, вы нас слышали, 17 числа мы будем собираться с ними. Во-первых, все 80 банков нам необходимости нет. Мы будем работать только с теми банками, которые работают в основном с населением. То есть, как представлены в республике Башкотестан. И вот если сегодня мы с ними нету ретону документов обратно, это не означает, что мы с ними не работаем. Мы с ними работаем, но бумажем в виде. Я сегодня же об этом сказал, что, уважаемые, если вы не хотите работать, соответственно, я буду давать поручение, вы поступите, вам большое количество бумажных запросов, дадим вам 3 дня, вы физически не успеете, и мы будем налагать на ваши штрафы. Это вы хотите. А какая сумма штрафов? Ну, там штрафы приличные для банков. Я думаю, что то, что сейчас в отношении одного банка уже составили протокол, не буду называть, грозит сейчас им штраф, они уже задумались, и они уже зашевелились, и начинают, конечно, идти навстречу. А штраф за что именно? За неисполнение требований пристава. Пристав имеет право выставить требования к любому организации, и его требования должны быть исполнены любой организацией. Указанный срок. Если не исполнен, то из приставов имеют право налагать штрафные санкции. Поэтому это мы будем применять. А как вы можете прокомментировать взаимоотношения банков, которые очень часто перепродают свои долги третьим лицам? Как строится работа службы судебных приставов в этом направлении? Знаете, мое личное отношение это негативное, потому что мы сегодня и вне рамках совещания этот вопрос руководителям ведущих банков в республике обсуждали, и они мне говорили, что мы от этого уже уходим. Потому что мы знаем, что они, да, нарушают закон, поэтому мы только сейчас будем обращаться только к вам, поэтому у вас работа увеличится. Потому что они нарушают закон и самое, наверное, плохое, они же еще представляют судебными приставами, то есть как бы негативно влияют на имя нашей службы. Это вот, наверное, ситуация, в которой в Крамаскалах было бы, там корову забрал, потом еще иные ситуации бывают. Поэтому я думаю, что банки одумались, и поэтому сейчас, конечно, они сказали, что к этому мы больше работать не будем, будем только к вам обращаться. А как вы думаете, вот на какой процент может вырасти объем работы у службы судебных судебных судебных? Знаете, вот объем работы у нас, к сожалению, касающийся банков, она каждым годом растет. Вот за прошлый год только она выросла на 12%. Если мне память не изменяет, поступило к нам 46 тысяч судебных решений именно в пользу банков за кредиты. А связано это с тем, что выросла, вообще вырос уровень просроченной задолженности у населения в целом? Да. Сегодня об этом было сказано, что уровень задолженности, к сожалению, она растет в республике Пашкорстан, потому что, наверное, это влияет и общей финансовой экономической ситуации в стране. То есть люди не в состоянии расплачиваться. Здесь ведь надо еще разделить, потому что я смею иногда вижу, что вот там банки или прессы плохие, они там людей там взыскивают. Есть ведь люди, которые принципиально не хотят платить. Не оттого, что они не могут. Они просто вот берут кредиты и не хотят его платить. По каким причинам? Да потому что я не считаю, что банки им как-то должны их содержать, они вот не хотят работать таким, потому что у них есть автомашины, у них есть там иные средства, но просто они хотят ее платить, просто берут его уже с целью, думая, что не отдавать. Но есть категории граждан, которые на самом деле там потеряли работу и не могут платить. Конечно, мы с ними совместно работаем и всегда идем на встречу, потому что идут они в суд, рассрочку берут, например. И, кстати, и банки идут таким людям на встречу, если они на самом деле вот хотят платить и какой-то принимают меры. И сегодня же поэтому я и говорил на совещании, то есть дал поручение своим, чтобы когда человек говорит, что я готов платить, но мне вот работу не могу найти, у нас есть соглашение Министерства труда и занятое населения Республики Пашкорстан и чтобы давали направление, а там у нас написано, что они первоочередным порядком должны их устраивать на работу, чтобы их на работу устраивали людей. Там это тоже будет какой-то помощь. Вот, кстати, об исполнении ваших дел по статистике, которую нам предоставлялась пресс-служба, около 40% дел, как мы поняли, не заканчивается фактическим исполнением исполнительного производства. Почему так происходит и какие резервы для уменьшения этой цифры, чтобы все-таки больше должников полностью расплачивалось? Да, за прошлый год, если было окончено чуть более миллиона исполнительного производства, судебные решения, из них около 600 тысяч были окончены фактическими исполнениями, то есть судебные решения были исполнены в полном объеме. Но это не учитывая те, которые идут к естественному удержанию. То есть, например, мы направили для взыскания по месту получения дохода постоянно, то есть идет удержание. Мы их не учитываем, потому что мы их учитываем только тогда, когда полностью долг будет погашен. Почему сегодня с банками провели сами совещания? Потому что с банками ситуация сложнее, чем вот общая картина. Потому что с банками там 100% еще ниже. Почему? Потому что, как уже говорили, что ситуация очень влияет на людей, люди не могут расплачиваться. И, конечно, здесь есть и вина и банков. Потому что вот сегодня, если вы слушали, я об этом говорил им, я говорю, в первую очередь, вы когда обращаете в суд, надо обеспечить иск и делать. То есть вы сразу, чтобы мы наложили арест на имущество даже не после вынесет у него решение, которое может пролезть до одного года, а сразу же по меру обращения, потому что пока он не успел оформить имущество, он не мог ее продать. Это банки не делают. Второе, к сожалению, они очень поздно обращаются в суды, потому что пока они там свои меры принимают, люди бывают там все свои имущества переоформят, а потом он обращается, соответственно, уже утрачена возможность перейти и ноги его взыскивать. Ну и, конечно, иные вопросы там по заложенному имуществу тоже банки, оценивать его дорого, а потом она не продается тоже. То есть, как сегодня вы слышали, я об этом озвучил, чтобы они в таких случаях обращали суды о снижении стоимости заложенной имущества, чтобы она реально продавалась. Потому что, например, у них типичная ошибка, например, оценили автомашину на 1 миллион рублей, но в течение времени же машина на цену теряет, если он там попадет в ТП, она еще потеряет цену. За 1 миллион рублей через, например, 3 года его продать невозможно. Это то, что сегодня им объяснял руководитель банков. И поэтому, конечно, надо цену снижать, чтобы она реально продалась, может, она стоить 500 тысяч, дворожью потеряла. И надо оценивать, когда они оценивают уже заложенные имущества, они должны реально подходить к тому, что машина стареет. Мало, что там человек говорит, он говорит, а я считаю, что машина у меня стоит миллион рублей. И завершая наш разговор, Зарик Закирович, такой вопрос. Вот вы сказали, что по итогам прошлого года 9 миллиардов рублей взыскала служба судебных 9 миллиардов 200 миллионов. Какие планы вы ставите на этот год? Как думаете, какой будет цифра по взысканию в этом году? Ну и какие основные цели тоже на 2016? Основные цели, конечно, повышать эффективность исполнения судебных решений и актов иных органов. Знаете, основной вид правосудистово считается совершенным, когда судебное решение исполнено. Это самая последняя завершающая стадия судопроизводства. То есть, она справедливость возрастает только тогда, когда она исполнена. Я, как уже судья бывший, могу сказать, что порой бывает судебное решение вынести намного легче, чем его исполнить, потому что, когда исполнен, человек, конечно, яростно там причинит препятствия, лишь бы его не исполнять. К сожалению, у нас пока воспитание, наверное, и людей таково, что вот чуть ли не герой сам считается, когда он какой-то закон не исполнил. А это знаете, откуда складывается? Потому что даже обратите внимание, когда вот идет, например, переход через дорогу с ребенком, там красный свет горит, он пытается перебежать с ребенком. Можно нарушать? У него же складывается в уме детства, что надо нарушать, раз родители нарушают. А надо ведь воспитывать с детства, что закон есть закон, не надо ее нарушать. Поэтому вот в этом году я в этом даже не снижаю, что будет лучше, показывали. Мы из года в год только улучшаем, то есть снижать мы не имеем права. Ну, вы информационную политику, наверное, соответствующую проводите, да? Конечно. Кстати говоря, вот то, что сегодня я вам уже говорил, по банку данный спонт-произвоз. Чем больше людей будут туда заходить, тем больше будет исполняемость. Чем больше будет таких проблем, в том числе пограничения права из-за границы. Еще раз проговорите, куда люди должны заходить, чтобы увидеть? Ну, вот знаете, у нас на сайте управления есть такая там, она высвечивается, банк данный спонт-произвоз. Туда любой желающий может зайти, написать свои фамилии имущества или фамилии имущества своего там близкого человека, родственника, и проверить, если нет у него долгов. И если там есть долги, соответственно, конечно, он его может оплачивать, даже не выходя из своего дома. Там есть сервисы. Может прийти по месту нахождения отдела, там написано, и расплачивается. Если я же этого не сделал, то есть проблема возникает в том, все при выезде за границу, потому что к нему может быть ограничено выезд за границу. У нас таких случаев очень много, и они, когда приходят ко мне, плачут, я говорю, извините, это ваша вина, то, что вы не расплачивались. И они, конечно, там вынуждены сдавать билет, например, там супруг уехал, супруга осталась, или наоборот, а потом уже там догонять через неделю, например, после распада долгов. Чтобы этого не было, нужно просто заходить. И, конечно, потому что, знаете, бывает бы так, что человек не умышленно уклоняется, а просто он не знал, что, например, у него есть штраф ГБД, зафиксированный путем видеорежима. Он об этом даже не знал. А он посмотрел и увидел, что есть штраф, и, конечно, нужно расплачивать сразу же. Спасибо за интервью, за Ревзакирыч. Спасибо. Спасибо вам.